Экономика, здравоохранение и экология области, руководством Ленинского района и жителями. Они обсудили выявленные проблемы и постарались выработать стратегию решения данных вопросов. В медицинском направлении дискуссию вызвала тема обеспечения экстренной помощи населению. Мы договорились о том, что в ближайшее время мы выберем несколько дней и вместе с жителями промониторим, куда у нас ездят скорые помощи, куда едут неотложки, куда ходят участковые педиатры и терапевты. Вот этот контроль, чтобы не было потери времени, сроков, интервалов, было эффективное управление теми ресурсами, которые у нас есть, относительно экстренной помощи, неотложной помощи. Это то, что нужно сегодня людям Ленинского района. В ходе диалога с экологами о ситуации вокруг реки Купеленка, которая так или иначе остается одной из острых тем на повестке дня, было принято решение об экореабилитации. Министерство экологии Московской области будет работать с администрацией, создаст рабочую группу, будут делать мониторинг всех водовыпусков. Пусть подготовятся предприниматели к этому достаточно серьезно, потому что и зоны комфорта их выведут. То есть в данном случае штрафы, расчет ущерба будет. Там, где незаконные водовыпуски, будут тампонирования. Также были рассмотрены все замечания по раздельному сбору мусора. Что же касается построения сильной экономики, то муниципальные власти создают все условия для привлечения дополнительных инвестиций в район. Экономика всему голова и невозможно без крепкой экономики, крепкого бюджета, без перспективы экономической составляющей муниципалитета реализовывать те задачи, которые перед нами ставят и жители, и губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. И, конечно же, невозможно исполнять те программы, которые мы для себя определяем. Все пожелания жителей и общественников по итогам форума будут собраны и учтены при формировании программы развития Подмосковья на следующие пять лет. «Такие площадки, как вот такой форум, они незаменимы с точки зрения получения обратной связи, корректировки принятия решений, а также соответственно выслушивания всех мнений. Ведь самое важное – людям быть услышанными». В этом году на территории Московской области запланировано провести еще 43 общественных форума «Сильное, здоровое, чистое». Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.